Боевой матч, я думаю, что, наверное, его итог справедлив, потому что особенно много моментов команды не создали. В футболе так бывает, что иногда приходится смотреть не комбинации взаимодействия, для единоборства, движения. Сегодня это было в избытке с обеих сторон. В тех условиях, на этом газоне, очень сложно было другого футбола показать, потому что мы вчера попробовали, но, к сожалению, он меня очень сильно дробит, и поэтому нам пришлось очень сильно упростить игру. То же самое делает и соперник. Потому что я видел игру факела в Кимках, там совершенно другое качество игры было, потому что поле позволяло играть. Но сегодня как закончилось, так закончилось. Естественно, мы хотели победить, так как соперники отдали все силы. Повторюсь, увидели много борьбы, но мало качества. Пожалуйста, вопрос. При подготовке к матчу изучали факел. Сегодняшний состав вас удивил или были готовы? В принципе, да. Они ожидали, что центральный защитник основной не будет играть. И то, что команда начнет в одного нападающего. Сама схема, в принципе, похожая. Два центральных полузащитника, один под нападающими, один центральный нападающий. Особенно для нас в роли не играл. Допустим, то, что два центральных, обычно редко такие перестановки происходят в центральной обороны. Поэтому немножко были удивлены, но я думаю, что на игру это не особенно повлияло. Еще вопрос. Вы не первый год ФНЛ. В этом году борьба за выживание ведется, но на мое ощущение, несколько спокойнее. Сколько пресс-конференция было, и вы, никто не говорит о борьбе за выживание. Все говорят об игре, о качестве, но при этом никто не говорит о борьбе. А с вашей точки зрения, те команды, которые уже пакет безнадежны, определены или все-таки борьба продолжена? Вы сами видите таблицу, насколько она плотная. Я думаю, что до последнего тура будет борьба. Какой смысл говорить? На мой взгляд, мы смотрим вверх. Нет смысла оглядываться назад. Мы хотели сегодня победить и смотрим, как достать вверху, подняться как можно выше. А вниз никто не хочет смотреть. Я думаю, что такие вещи очевидны для любого тренера, для любой команды. Только позитив может вселить уверенность в игроков. Поэтому без оглядки смотреть вперед, работать на то, чтобы побеждать. Независимо, домашний матч, выездной. Еще раз повторюсь, что почему о качестве разговора? Мы тренируем для того, чтобы все-таки и болельщики увидели какой-то футбол более интересный. Потому что это происходит на тренировках. И когда команда играет в качественных условиях, это есть. Я, допустим, два сезона приезжал сюда подряд и пуля была в безобразном состоянии. Сегодня надо отдать должное работникам стадиона в удовлетворительном состоянии, учитывая погоду. Но все равно еще не до конца. То есть я думаю, что и факел выгоднее играть на хорошем пуле. Потому что там есть футболисты, квалифицированные, которые могут играть с мячом. Могут комбинировать. Именно поэтому я акцент на качество. Болельщики увидели борьбу, жажду, желание. Наверное, 30 тысяч не будут на это собираться. Правильно? Да. Они хотят видеть чуть-чуть больше.